К 800-летию Нижний Новгород преобразился. Дороги, парки, скверы, дома. Такое комплексное благоустройство оценили другие города России. Познакомиться с нижегородским опытом приехали представители Ассоциации городов по Волжье. Я не узнала этот город, в котором была лет, наверное, 7 или 8 назад. Конечно, это совершенно другое пространство, другая среда. Это совершенно точно. Видно, какой огромный вложен труд, сколько вложено средств, сил, творчества и результат налицо. Перед заседанием члены Ассоциации городов по Волжье прогулялись по парку Швейцария. Посмотрели фонтаны и чарующие качели. Бублики центра, скейт-парк, а также приняли участие в создании аллеи городов по Волжье. Мы сегодня были в парке Швейцария. И я уже делилась впечатлениями с коллегами, с тем, что, во-первых, молодцы, что сохранили такую территорию, 170 гектаров, в центре практически города. Все, что нужно в этом парке, имеется для отдыха и развлечения буквально всех категорий нашего населения. От малышей и до людей уже серебряного возраста. Я убежден, что то, что мы увидели в парке Швейцария, может быть использовано как образец, либо как возможность сделать нечто подобное у себя в городе. Сразу после экскурсии гости города отправились в Кремль, чтобы поделиться своими впечатлениями. Юрий Шалабаев сообщил, что к празднованию Дня города благоустраивалось более 80 пространств. Большая часть из них уже готова. Ремонтировалось более 100 участков дорог. Как отметил глава Нижнего Новгорода, такие темпы удалось взять и удержать благодаря комплексному подходу. Все работы синхронизировали между собой, чтобы выполнить их максимально быстро и эффективно. Мы в рамках подготовки к 800-летию благоустраивали в основном общественные пространства, занимались ремонтом улиц, улично-дорожной сети. Это не отменяет того факта, что мы уделяли внимание и благоустройство дворовых территорий. За три года по нацпроекту в Нижнем Новгороде благоустроено 82 общественных пространства и 285 дворов во всех районах города. Кроме того, в этом году удалось осуществить 78 проектов по губернаторской программе инициативного бюджетирования «Вам решать». Среди них и благоустройство территорий, и ремонт внутриквартальных дорог, и установка детских и спортивных площадок. Юлия Чернова, Время новостей.